всем добра уже к на связи ну что руб ббл первый сезон начинается решил я поиграть за гнилевичков нурглей но вначале нургли довольно-таки слабый поэтому первый сезон я думаю это в принципе будет больше раскачка команды чем там попытка что-то сделать да поэтому будем стараться убивать но если будем выигрывать конечно будет тоже приятно но нургли в самом начале конечно же очень слабые очень слабые то есть будем всегда бить зверем стараться блицевать зверем козел у нас в принципе будет как меч и носит задействован как-то так сразу против нас хаос долг неприятный соперник да это те же нургли только у него козлы которые намного мобильнее наших не левичков плюс у них ловкость получше грубо говоря у меня только козел единственный работает как меч и носит у него единственная ловкость 3 плюс у остальных всех 4 плюс те команды и это на самом деле грустно дает он нам разбивать лозда то есть понимает что блоков у нас нету соответственно страдать мы будем так ну что оставлю двух на суппорте кем блицевать вопрос да ну давай блица нём вот так наверное бам-бам здесь три куба у нас должно быть но и блиц сюда получается то есть здесь даем массе сбьем тогда ну давай погнали чем идеале должно быть два козла первого козла мы будем рассказать раскачивать выбиватором высокий удар да то есть неплохо но недостаточно хорошо да давай здесь сразу переведем то есть если я подбираю я вот куда-то сюда до подхожу то есть принципе можно гниль вичка 1 поближе подставить у нас с ним по два переброса что очень малым учетом что у нас ни одного блока нет да ну пробои вряд ли какие-то будет очень хотелось бы да но но нет давай здесь по козлу заряжаем пока что все неплохо идет так как он тут сможет что-то придумать по идее сможет да что мы можем придумать чтобы он не оббегал своими козлами да можем как-то вот так прикрыться потому что я хочу сейчас именно ударить а потом подбирать мяч просто как я уже сказал приоритет у меня именно в прокачке но к сожалению пока что ничего хорошего да давай тут встаем таким образом пробуем подобрать если не получается значит не получается рероль я не буду отлично все у нас рослось теперь думаем если он валит здесь да то есть 1 2 3 4 5 6 но нет да давай поприветствуем тоже надо кстати поменять будет тренера команде ну что лосс разбит так себе оглушение да то есть мы броню пробили но к сожалению да он сейчас два удара он будет сделать огни велик гнилевику да может толчок и еще вторую да да все правильно он делает но мне по-другому там не получалось ну да ладно да то есть 9 по броне у нас козлами паритет да но вот допустим козлы могут уходить от зон отбора да у него 3 плюс на ловкость 67 процентов что он выскочит а вот уже с гнилевиками посложнее у них 4 плюс то есть у них 50 на 50 что они отскакивают что довольно таки мало ну что он 3 воина сместил направо до соответственно мы будем сдвигаться налево ну вот не повезло да ему природить он не стал вся та броня до что пойдем направо плюс да еще по движению у нас четвертое движение у него 5 на воинах что тоже очень сильно решает естественно проблема в том что зажиматься на самом деле не очень хочется но возможно надо возможно придется да увы и ах да он здесь добегая да то есть принципе ему довольно просто тут со мной бегаться давай здесь пробежим вот так так и тут надо думать с меченосом что делать может ли он как-то тут чудом проскочить как будто бы не до дняшку бы перевести вот сюда бы я хотел чтобы он держал вот этих двух товарищей отлично тебя бы я бы поставил таким как-то образом наверно так то есть слишком зажиматься тоже не стоит тут будем бить по лицу вот и тут что я говорил до уклонение 50 процентов это намного хуже чем 67 у козлов зато не стоит 35 тысяч меня всегда будут запасные жертвуем ли мы им до чтобы по нему побили и у него один воин завязался бы здесь ну сложный вопрос на самом деле может и стоит давай попробуем может он 12 выкинет то есть ему у него надо тоже как-то переброса забирать единственно тут три куба он сейчас сможет организовать да и это явно не выгодно до два раза в три куба он давит но с другой стороны у него тут тогда завяжется четыре человека внутри в целом тоже неплохо на самом деле да с учетом что он броню не пробил ну пробил но не травмировал блиц сюда будет скорее всего нокаут пожалуйста здесь мяшки мы можем толкнуть да вот роля на нашего утопленника что я наверное и сделаю опять же здесь поднимет он это или нет а вот то что он ассист троллю не дает да это вопрос то есть как будто бы он воина будет поднимать да если он роля не пододвинул но это удар по лицу по лицу не все да не хотят получать ну да вот он вяжет тут он не встает ну окей погнали тогда сила сильного удара до проверяем шестерку кинули еще одну шестерку мне надо 1212 неприятно мы тут падаем да то есть он бьет в принципе можно паре ролить как я уже сказал мы играем сейчас не результат не на результат да на попытку уничтожить пробуем не получается и у нас нокаут ну стандартная схема в принципе ничего нового стандартная для меня ситуация что я выкидываю на на броню десятку он выкидывает 4 2 плюс она 2 плюс потому что здесь оси ok то есть уже у меня минус 2 а это значит что с большой вероятностью гол я не забью я даже наверное не буду пытаться забить гол будем просто стоять стали будем просто стоять и улыбаться бить в козлов наверно будем постоянно и все вода здесь удар неплохой так троечка да он понял что меня может таким образом пробивать да но в принципе правильно что мы делаем мы встаем и улыбаемся правильно правильно я бы фалить еще начал бы наверное это будет правильное решение так отталкиваем здесь просто встаем он по-любому захочет мяч отобрать соответственно он будет подставляться поэтому что у нас тут 42 процента ну хоть что туда погнали а прокинут мы не пробили удалили нас или нет интересно так но нас не удалили хорошо уже хорошо теперь здесь чтобы от роля не получить по лицу надо естественно уклониться не уклонились и все просто стоим будем отбиваться он сейчас будет давить гол мы не забиваем но я и не буду забивать на нурглях в меньшинстве забить гол хаосу это ну что удачи только можно пожелать у меня будет клетка да здесь четыре здесь четыре будем туда-сюда перебегать красота какая смотри козла затолкал своего да но это чисто под фол естественно так ну что мы можем сделать чего хорошего в принципе даже клетку собрать не можем толково а вот здесь можем ударить давай так и сделаем ударили остановились броню не пробили перестроились просто дальше что мы можем дальше можем тут попробовать фол нанести опять да давай пробуем 1 3 даже броню не пробили ну и здесь в один куб в принципе можно кинуть почему нет толкнуть да допустим него будет два куба тут конечно у меня самый главный бегаю выбит уже давно мог тролем тоже блицануть помарчить да и тут у меня такие серьезные проблемы у у меня в любом случае уже проблемы будут возможно если он расслабиться мне как-то получится убежать да допустим ну вот да он тролем уже подходит убежать куда-нибудь на край и надеяться что он там стрелки но у него два рерола то есть ага он будет закидывать козла до сюда но окей да получается пока что красный у него только так сюда а ну здесь уже до 2 куба у него есть 2 куба есть окей затолкал козла своего которого я не смог пробить да с двумя ассистами ну прошло я и говорил то есть я в принципе специально так стою что он мне сейчас будет давать бить по нему мерзкий вид пока что ни разу не сработал еще ну травма это вообще не удивлен регенерация не сработала стандартный блатбол четверка есть естественно не пробил да хорошо тут встаем здесь у нас почему метка я не понял у нас же ассист тут а это чужой да чужой ну как тут надо подумать да как бить допустим сюда ударил сюда ударил кто тебя будет бить вопрос да то есть тут один тут два ну тоже такое хотя не нормальная тема рабочая теоретически естественно мы его не повалили это я не удивлен тут проблема у нас осталось да ну давай понеслась тогда так здесь бьем вот таким образом 22 но это нормально шестерок мы не видим да в этой игре надо тут подходить к сожалению то есть здесь как мы можем ударить блиц у нас был да уже здесь два раза бьем на два раза я не могу ударить вопрос тебя или тебя наверное вот этого козла естественно то есть у нас по броне броня одинаково но результаты вы сами видите результаты на лицо скажем так просто будем стоять на мяча и улыбаться да да но над на мяч толкнет скорее всего давай не дадим этому козлу подняться будем однокубовые тоже закидывать проблема в том что у меня тут проблема да будет в том заключаться что только если бы я забил у меня два шанса что они поднимутся если я не забью то только один шанс что наши ребята встанут и это конечно же неприятно ну посмотрим как дело пойдет блатбол он создан для того чтобы люди страдали да то есть мне кажется что это нездоровые люди играют в блатбол встану так тролем он прям не хочет добить аккуратно играть в целом уже игра выиграна плюс 3 нуля вам нурглям но вообще без шансов просто выиграть ну да вот здесь я его заставил потратить рерол седьмой ход да у меня получается мой козел здесь да то есть теоретически тут в принципе без шансов конечно все равно но пока можем бить бьем просто тут можно через блиц да уйти но давай поиграем на результат конечно мне кажется такое себе шанс стремится к нулю реролов ноль мне кажется зря я это делал раз два три четыре пять шесть семь да ну давай пофиг так сказать чисто поржать поиграем на результат помарчим этих ребят что у нас тут 33 шанс да посмотри и тут шесть плюс да на пас и тут шесть плюс то есть разница никакой нету ладно встаем будем получать по лицу 42 процента да ну просто поднасрать тоже можно да не дать ему забить подожди подожди тогда не получится опоздать в принципе хотя какая разница у него шесть плюс с любых клеток ну блин не знаю то есть что он он вот этот козел добегает ладно не дадим ему просто забить оставим игрока на мече здесь то он выбьет да все стоим скорее всего он даже марчат этого козла не будет смотри не максит удары да на секундочку то есть он мог раз ударе два ударить но удар он не максит значит он хочет забить соответственно блицовать он будет сюда да вот таким образом здесь бьет да да я вам будет подбирать вопрос тобой да вот подобрал и ушел дал пас поставил да на забитие естественно отлично у нас работал мерзкий вид наконец-то а это уменьшило шанс на то что он подберет тут подходить естественно надо да иначе я помарчу козла твоего то есть у меня удар неплохой здесь помарчим здесь ударим да попытался на нас наблевать 6 до 6 6 6 и еще 4 прикольно интересно можно ли как то но тут в один куб даже не получается да уверенный 4 плюс можно через уклонение просто 50 на 50 да и все то здесь помарчить допустим да тут встать а тут даже так не получается ударить да у него забивает только этот козел то есть 50 на 50 что я уклонюсь вот это минус между воинами да тут было бы 67 процентов а тут только 50 на 50 в принципе у меня ударов тогда нету вообще никаких даже зря я козла подвел лишний раз по лицу получил погнали двоечка двоечка меня устраивает забить не дали уже хорошо сейчас правда по лицу получим да ну что поделать да да нурглеем нурглям матчи 10 надо сыграть а сезон всего 9 вроде матчи то есть в этом сезоне явно у нас нас ничего хорошего не ждет будем страдать все матчи будем страдать все матчи по и как а все у него выкидается да все хорошо везде шестерки не так как у меня пока что о 1 2 выкинуть 11 да но к сожалению не пробил я его так ну как я и ожидал да у меня никто не поднялся то есть ну мы играем 9 против 9 против скольки против 11 и шансов у нас нет никаких сейчас троих хлопну да то есть и размажет нас по полю мы будем страдать до даваться не будем я не знаю может быть конечно чудо если я каждую каждый блиц буду ему выносить травмировать по игроку то шанс у нас есть и если или если он накидает кучу единичек но так сказать шанс на это крайне мал мне кажется что у нас тут ну вот может еще стоит так один получает профи вот это да мне профи дать ну давай козлу возьмем я наверно буду козлом лицевать тоже стролем он будет бить три куба нокаут понятное дело то есть мы в минус четыре играем да он бежит забивать сразу я ему никак не могу этот ведут в россии да так что ну что какие варианты будем раз раз два три 4 5 до под козла можно поставить будем бить будем фалить мерзкий вид к сожалению сработала шестерочку он поднял да и подложил под этого под воина еще под своего и шансу вернуться 50 процентов и у меня на поле осталось стоять четыре человека да прикольно сейчас еще пол не пройдет если фол не проходит то остается уже три человека замечательно ну что встаем улыбаемся и машин да главное дубль не кинуть все будет замечать травма но с дублем да то есть давай может еще шестерочку прокинем шестерочку не прокинули у нас уже осталось трое на поле да но в принципе размер неплохой до гнилевик на козла но с учетом сколько у нас персонажей до хотелось бы все-таки травмировать и остаться на поле до тролля он хотел подвести помарчить но тут конечно же разнос серьезный происходит до начинается держит игроков здесь смогут толкнуть козла теоретически до чтобы ударить лишний раз смотри country до всех моих ребят мерзкий вид и главное все время он кладет на лопатки каждый раз подойдешь сожалению нет ну тут выбор небольшой шестерочка есть замечательно рая не пробита 1 2 3 4 а вот так с рывком должен ну что пробуем уклониться правда толчок на этого воина скорее всего будет но кому сейчас легко 50 на 50 попу вернулись отлично давай 2 попыточка 50 на 50 еще раз увернулись и нас уже 5 человек на секундочку да но ты справишься красава 50 на 50 три раза кто так может вот здесь бы травма не помешала конечно оглушение толку от него никакого нету сожалению да что он тут но марчит понятно да чтобы я в красные кубы кидал я что буду кидать что расставляются клетки кем он будет козлом лицо я бы на самом деле блицевал бы блокерами да чтобы их прокачивать не понимаю почему он козлами блицует то есть качать козлов на такое все мне кажется удовольствием так и дает мне здесь побить до два раза ну окей будем бить интересно тролля поставил да то есть без асистом давай погнали а надо было здесь подвести не пробил до 5 тут подходим ну что тролля убьем я думаю должны тролля убить в красные отлично годится сейчас на блоке моего ушатаем у нас то регенерация есть у него тоже правда нет к сожалению но три единички я прокинул хорошо нас назвал свою броню хоть единички да наконец-то вовремя эти единички пришли так так Субтитры делал DimaTorzok Моего козла даун все-таки Ай забил, но он просто даун сейчас будет Буду фармить на тебе опыт Это как бы такой намек был Но интересно, да? Потому что у меня-то все встали И на самом деле я сейчас играю в минус 1 Разобью лосс удачно И я могу отыграться И мы сыграем в ничью Очень странное решение Но посмотрим То есть шанс-то у меня теперь есть Плюс у меня еще и козел с профи Ну давай, надо наказывать Как говорится За такое Высокий удар второй раз Второй раз я не ловлю, да? Ну погнали Давай, три травмы сразу нанесем А встал он так, чтобы я не мог, да? Разбить теперь Но начинается Давай вытолкаем его за поле Блестяще Блестяще По-другому сказать Не могу Почему здесь, да, я поставил этого, блин Ну, чуть-чуть поплыл С кем не бывает, да? Как говорится Поехали няшей В два куба Три-три, да? Прям вообще идеально, мне кажется Так, и даже блицануть никуда не могу Сюда бы блицанул бы Здесь рывок надо сделать Тогда раз, два, три, четыре Раз, два А, здесь все же не будет Раз, два, три Четыре, пять, шесть, семь, восемь Ну можно, да, пойти Будем играть Играть тагло, да? То есть Я и сказал Играем на то, чтобы разбить лицо А не то, чтобы выиграть Но если мы сможем при этом забить То Почему нет? Да С такими кубами Разобьешь лицо Может стоило на одну клетку ниже, конечно, да? То есть он здесь ударит Помарчит Ну ладно, пофиг Будем стараться забить гол Да, марчит он тролле у меня сразу двух игроков Дает ассист То есть это у него удар здесь, да? Сразу же получается Ну понятно Что он делает Хаосом Можно очень нагло сыграть Постараться Если получится, будет неплохо То, что не повалил Это хорошо, да? Он здесь может здесь Помарчить встать Но это такое Да, он так прям Нагло играет Да, вот это то, что я и говорил Где он может помарчить У меня удары в один куб Ой, в два куба, да? Раз Два удара Единственное здесь у меня Хорошо Ну что, идем Бьем лицо Надо травмы К сожалению Подходить я не могу Да, здесь Получается Просто если я подойду Тогда мне няшей надо бить Отлично Первый нокаут пошел Второй тоже Здесь уже можно подходить Подняшу Закидываем тебя Дальше Дальше думаем Дальше вообще Ну вот так дадим, да? Ассист Очень жалко Что они смогли пробить Ну и тут Как будто бы Вот в тролля Да, можно залететь Сколько? У тебя два ассиста есть Да? Два ассиста есть Можно и поесть Ну давай погнали Так Профи у нас есть Профи Обосрался На левый фланг ушли Здесь у нас Должна быть Травма Подходить я К сожалению Не могу Да? И меня иначе Отзонят Вот этого товарища Скорее всего От няши С другой стороны Как он отзонит Да? То есть он сможет Сюда удорить Ну да Сможет Потому что няша подойдет То есть стоим Во-первых Он не сможет подойти Ну и здесь В один куб Погнали Подходим Подходим Чтобы нас Не вытолкали Тут стоим Да И думаем Как нам свалить Налево Буду рисковать Раз То есть мне Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь За два хода Я добегаю До зачетки Вот этого козла Мне повалить Этого помарчить Да И уже Ну какие-то варианты Вырисовываются Если сейчас еще Тупкость здесь Сработает Будет вообще Замечательно Туда Подвойно Ну воина Ты посмотри Что он делает Он не боится Да Ну окей Я понял Продает козла То есть Я здесь бью У меня тут Ассист Тогда будет Ну понятное дело Да С тремя козлами Нам довольно Сложно Было Хотел освободить Козла Да Но не вышло Неплохо Держим Так Зато Мне освободил Да Игрока И вот Он что-то Понял Мне кажется Какие-то мысли У него Закрались В голове Но это Зря Ты Да Так Сделал Потому что Я тебя Закрою Я вас Обою Закрою То есть Мне выгодно Поменять Двух Нелевиков На Козла И Блокера Пошел Пошел С двумя Рывками Первый Рывок Прошел Так Ну и смотри Он меня не пробил Это уже хорошо Это уже хорошо Здесь мы вот так встаем Дальше Дальше думаем Дальше мы думаем То есть мы подбираем И встаем Вот тут Где-то Да Наверное Так То есть Тут мы Тебя Подводим А Ну тут у нас Проблема Да Небольшая Потому что Если я Гнилевика Поставлю Ты же Ничего не можешь Да То есть Гнилевика В принципе Можно и Вот так Поставить Очень хочется Няшей Ударить Но пока что Не буду Бить Тебя мы Тоже Подводим Да То есть На помощь А Блицевать Да Блицевать Можно будет Няшей Блицануть А Проблема Тут Кстати Я то убрал Тебя Да Я хотел Этим Гнилевиком Помарчить Этого воина Да Но Ладно Мы блицанем И здесь Встанем Вот таким Образом То есть В принципе Нравится мне Варианты Кое-какие Ну тут Я Использую Команды Переброс Да Чтобы Стопроцентный Бол Теперь Здесь у нас Ну и все Ну и все Стоим Улыбаемся И машем Стоим Улыбаемся И машем Да Приролов Нету Если он Один Один Кидает То Довольно Такие Неплохие Шансы У нас Забить У меня Всего Один Ход Да Остался Мне кажется На мне Надо Наискосок Бежать Вставать Где-то По центру Будет Сюда Блицевать Скорее Всего Да Чтоб Сюда Блицануть Да Это Надо Одним Козлом Помарчить Вторым Ударить Задумался Давай Подождем Ну Соперник Вернулся У него От напряжения Даже Интернет Пропал Да Конечно Беда Шансы Есть Всегда Да У нас Есть Вариант То есть Надо Будет Где-то Встать Здесь В идеале Конечно Каких-нибудь Единичек Чтобы он Накидал Хорошо Мерзкий Вид Сработал Когда Надо Понявшему Не получилось Ударить Да То есть Теперь Мы Можем Помарчить Как Ага И Смотри Он Не Блицует Интересное Решение Не Блицевать Да 1-2 Переброс Потратил Накал Да Хорошо Но Этот Уже Воин Отзонен Да То есть У него Толку Не будет Вопрос Где Блиц Будет Тролем Что ли Он Блицанет И пойдет Здесь Помарчет Хорошо Мерзкий Вид Заработал Ну Что Неплохо Неплохо То есть Здесь Мы Вот Так Встаем Это Раз Да Встали То Есть Тут Уже У тебя Нету Два Ассиста Да Встаем Троля Марчин Вначале Подходим Двумя Нашими Парнями Потом Здесь Бьем Да Сколько Тебе Надо Раз Два Три Четыре Пять Шесть Да То есть В принципе Раз Два Три Четыре Пять Шесть Вот С этой Точки Раз Два Три Четыре Пять Шесть Два Три Четыре Пять Шесть То есть Вот На Эту Линию Нам Вставать Надо Но мы здесь встать не можем, к сожалению Да, придется делать рывок Придется делать рывок Неприятно, но терпимо То есть подошли Тут у нас выталкивание, да, есть Смотри, здесь если я падаю То есть почему я подошел Чтобы у меня был шанс забить хотя бы, да Но выталкивание будет Если я здесь падаю, так и так То есть у меня будет надежда, только если он 2 единицы кидает Но в любом случае я должен вначале был подвигать наших ребят Отлично, то есть Ну и тут вопрос, жадничать или нет, да Что если, допустим, я падаю Ты добегаешь, да, ты добегаешь То есть тут прям беда, значит, случается Если няша сейчас, с ней что-то происходит Поэтому в данном случае, хоть мы играем На раскачку, а не на победу Но шанс, что мы обосремся, намного выше, да, то есть Чем шанс, что мы получим Какие-то очки опыта за травму Поэтому не буду я трогать Потому что у нас здесь есть надежда на 3 очка, да Если мы забьем, 3 очка опыта получим Плюс накажем соперника за его отвратительную игру Что он не стал сталить, да, пожадничал и подумал, что он еще мне забьет Один мяч За это, конечно же, надо наказывать И мы обязаны его наказать Чтобы в следующий раз он так не играл То есть будем учить ребят из Руббелла Как все-таки надо правильно играть И одно из самых главных правил Не жадничать Отлично Тролля мы задоджили, да, то есть Соответственно Козла тоже Здесь воина сейчас задоджим Из хороших новостей Этот козел не может пробежать А, нет, хотя он здесь, да, просочится Он решил не заморачиваться, да, я так понимаю Ну окей Годится Сейчас у нас будет самое сложное Ага, ты посмотри, что он творит Ну это вообще, конечно Это наглость такая жесткая То есть он решил прям вот так ворваться Ну блин Ну здесь есть, да, свои нюансы, да, то есть Так бы Я бы блицевал, наверное Козлом бы С реролом А так придется мне рисковать, да То есть 3 плюс мне надо кинуть Прокинули Замечательно Ну и теперь молимся на ГФИ О, еще и травма Давай, погнали Замечательно Эту игру Я не мог выиграть В принципе То есть То, что я ее выиграл Это заслуга полностью Моего противника Спасибо ему за это А вы Поставьте лайк За ничейку, да И все До скорых встреч Продолжение следует...